Я вышел сегодня в пикет с тем, чтобы выразить солидарность журналистам, которые были убиты во Франции, в Париже террористами два дня назад, и заявить о том, что я тоже Шарли, я тоже за свободу слова, за выражение своих взглядов, свободно, без страха, без каких-либо ущемлений с той или иной стороны. Я считаю, что мы все должны выразить поддержку сегодня в этот день журналистам и завтра, когда официальные мероприятия пройдут во Франции, с тем, чтобы те, кто их убил, понимали, что нас не остановить, нас не запугать, что мы будем также дальше выражать свое мнение открыто, честно, без каких-либо стеснений. Поэтому я считаю, что это очень важным делом. Дело в терроре, который основан на религиозном фанатизме. И совершенно не важно, имеем мы дело с исламскими фанатиками или, прошу прощения, с православными фанатиками. Вот здесь водораздел проходит не по исламу и всему остальному миру, а по религиозным фанатикам и всему остальному миру. А религия здесь не важна. Вы посмотрите на наших православных активистов. Представьте себе на секундочку, что будет, если завтра у них в руках появятся автоматы. Вот не дай бог, но это явление одного порядка. И не нужно говорить, что мы здесь разжигаем исламофобии ни в коем случае. Посмотрите, сколько мусульман, и не только обычных мусульман, но и религиозных деятелей мусульманских, мусульманских, выразили свое несогласие. Сказали, что вообще терроризм это не метод. Они осудили, это так, терроризм. Ну не нравится тебе. Ну в конце концов, есть же цивилизованные методы, подай в суд. Есть суды, ну нарисуй другую карикатуру в конце концов. Ну ответ тем же, но не стреляй. Сейчас речь не о каких-то межнациональных или межрелигиозных конфликтах. Речь идет о конфликте людей, которые выступают за свободу, да, и речь идет о людей, которые выступают против них. И мы, прежде всего, за свободу слова для всех, включая мусульман, включая буддистов и так далее. Националисты, как мне кажется, сейчас, как бы сказать, корректнее так, не считают наших французских товарищей за людей достойных защиты и вообще не считают свободную журналистику, политическую сатиру, религиозную сатиру достойной защиты. А порядочные люди, они разберутся, образованные люди, они разберутся на чьей мы стороне, с кем мы. Есть и в Санкт-Петербурге, это европейская столица, это европейский город. Есть люди, которые поддерживают европейские ценности. Есть люди, которые ориентированы на то, что есть свобода слова, нужна свобода слова, нужна свобода личности. Это главная ценность. Именно поэтому мы сейчас вышли, нас может быть мало сейчас, но мы хотим показать, что мы солидарны с Европой, мы солидарны с Францией. Нас очень радует, что огромное количество людей вышло во Франции, огромное количество людей вышло в других странах Европы, на площади. Это значит, что здоровое общество. Мы хотим, чтобы у нас было здоровое общество.